И хоть мобильные системы охопили в весь свет, психологи стверждают. Для того, чтобы развить память, научиться формулировать думки и захавать ясность розума на долгие годы, достаточно регулярно брать в руку простую шариковую ручку и писать листы родным и сябрам. Акция «Лист с добрым пожаданием» прошла сегодня в Сусветный день рукописного листа в Барановицкой центральной библиотеке. СМС, электронная пошта, скайп, вайбер. Гэты, еще полтора-десяти годы тому экзотичные для беларусов слова, давно перейшли у разрад обиходных. Технологии и связи помеж городами, краинами и континентами имкливо развиваются и удоскональваются. Кто ведает, может, у недалекой будущей лист или паштов, какие написаны от руки, станут выключенной изъявой. На сегодняшний день письмо еще у нас актуально. Друг друга поздравляют с праздниками различного рода. Лучший подарок на сегодняшний день – это, конечно же, открытка. В праздничные дни у нас работает сортировка в ночное время, очень большие объемы письменной корреспонденции. Я пишу письма и в интернете, и письма от руки. Ну, не скажу, что часто от руки, но я пишу своим друзьям из других городов. Им приятно, наверное, посмотреть. Ну, не только, может быть, мой почерк, там что-то можно нарисовать. То есть это очень полезно. Рукописный лист – дивная речь. Это не только способ передачи информации. По почерку целком можно скласти характеристику того и иншого человека. Подчас акции каждый жадающий мог пройти графологичный тест и по почерку поспробовать разобраться у особливостях уластного характера. В ученые называют семь основных характеристик, по яких можно створить портрет человека. Помер литр, их нахил и форма, интенсивность натиску, характер написания слов и иншые особливости. По назиранию графологов со взрослым изменяется и характер почерку человека. Об усим гэтым и не только смогли доведаться у всех, кто отгукнулся на инициативу барановицких библиотекаров. Накануне дня письма в социальных сетях мы отправили сообщения для жителей города Барановича для участия в нашей акции. И мы подготовили открытки, которые мы сделали сами. И в конце дня тем, кто участвовал в нашей акции, мы их пошлем по почте. Я думаю, это будет приятным моментом для тех, кто получит такие открытки. Тут же на тематичной выставе можно было познайомиться с узорами почерку ведомых людей, творами и их экранизациями. Вот так выглядая подпись ведомой английской письменницы Джейн Остин. Ее книги давно сусветные бестселлеры. Тут же урывки с листов инших ведомых письменников. Свои автографы и пошадание библиотеки и ее наведывальники в этот день покидали на саморобных поштовках. Наталья Васильевская, Татьяна Болтуть, Алиса Григоарчук, Юрий Титов. Областные новины. Барановичи.